Новые ножи в спину Путина и одновременно с тем оправдание и запугивание Украины. Пока успешная операция ВСУ в Курской области продолжается, а кремлевские старцы пребывают в глубоком нокауте, на пропагандистскую аванс-сцену выходит Александр Лукашенко. Беларусь выдвинула в приграничье механизированные подразделения. Обострение произошло после пролета беспилотников и вторжения Украины в Курскую область. Протяженность границы между Беларусью и Украиной свыше тысячи километров. О том, как реагирует Минск, спросим у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Нож в спину Путина был воткнут практически с самого порога. Ведь, как признался белорусский диктатор, ни Беларусь, ни Эрефия не готовы к расширению театра боевых действий. Они постоянно нам говорили, и западники, что им война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому, что мы с Россией не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это показал. Поима этого, белорусский диктатор, в свое время запустивший со своей территории российские танковые колонны на Киев, продолжает отыгрывать роль эдакого усатого голубя мира. Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно. Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту дражку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. И все же, первая и чуть ли не ключевая задача этого интервью – отбеливание репутации белорусского диктатора в самой РФ. Ведь на фоне успешного захода ВСУ в Курскую область, в зацегменте начали массово обвинять Лукашенко в предательстве России. 13 июля написал вот такой вот пост. Спасибо надежному союзнику-батьке, который решил не сковывать резервы хохлов и позволил им ввести их в бой. Этот в беде не бросит. И так у него всегда. И тут на помощь приходит российский пропагандист Евгений Попов, в интервью которому самопровозглашенный президент Беларуси грозно рассказывает о готовности белорусов стоять спиной к спине с российскими оккупантами. У президента Путина ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью. Это естественно. Тут ничего не надо придумать, никакой конспирологии. Мы союзники, этим все сказано. Это даже не в союзе дело. Как некоторые говорят, мы русские люди. Чем мы отличаемся, белорусы, от русских? А ничем. И часто даже у нас разногласия были серьезные с Путиным. Я ему говорил, знаешь, мы можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа. Во-первых. Во-вторых, придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем. Вот только с отбеливанием репутации явно не задалось. Несмотря на новые байки о провокациях со стороны Украины с применением ударных дронов, которые на деле лишь послужили предлогом для стягивания белорусских войск к границе с Украиной. Вчера в 18 часов 10 минут в силы ПВО ВВС Беларуси были приведены повышенную боевую готовность. Готовность номер один у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что мы подозреваем, что это не первый раз вооруженные силы Украины нарушили всякие договоренности. Лживая репутация Лукашенко делает свое дело. Ведь так же, как Лукашенко неоднократно обманывал Украину. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Тем более с оружием. Я, Дмитрий, пограничник. Он неоднократно обманывал и Эрефию. Батька дал интервью журналисту Попову. Естественно, выклянчивает переговоры и предлагает сдаваться. Прямо заявляет, что увеличение фронта Россия не выдержит и Курск это показал. А значит, надо договариваться. Если кого-то удивил отвод вооруженных сил Республики Беларусь от границы прямо перед началом наступления хороу в Курской области, то в рамках этой риторики все становится на свои места. Лужицов и предателей не любят нигде. А потому возможно, что операция ВСУ в Курской области не только удар по стабильному положению Путина, но также и по его союзнику Лукашенко.